Субтитры создавал DimaTorzok Я уже нахожусь почти неделю в Англии. И, друзья, вы знаете, столько много у меня набралось для вас новостей. Просто нагромождение, и я не знаю, с чего лучше начать, чтобы вам успеть всё рассказать. Ну, наверное, сегодня я хочу вам рассказать и показать то, что у меня происходит с поиском моей квартиры, недвижимости. Давным-давно я вам не показывала новые ролики о том, как я себе ищу квартиру и что происходит. Ну, наверное, вы и сами понимаете, почему был такой у меня промежуток огромный и затишье здесь, потому что я уезжала почти на целый месяц, как вы знаете. Те, кто следит за моими видео, наверное, в курсе. Вот, и сегодня я хочу показать вам ещё одну квартиру, которую мне предложили для просмотра. Это было именно сегодня, прямо с пылу с жару я вам делаю видео. Это, конечно же, ещё не квартиру я вам показываю. Я зашла здесь рядом магазин, очень красивый, как вы видите, бесподобный. Поэтому вот решила вам тоже немножко показать, что сегодня будет у меня в видео. Ну, первым делом я вам подробно расскажу и покажу квартиру в городе Шанклини. Ну, и в конце, если успеем, я вам расскажу о мощном шторме. Его называют Кьяран или Кьяран, кто как. Шторм бушевал три дня, первого, второго и третьего ноября. Сегодня у нас четвёртое ноября, но погода всё равно не наладилась, дождь и ветер. И вы можете увидеть и услышать это на моём видео. И, друзья, я хочу сразу же заранее извиниться. Иногда порывы ветра и, может быть, слышимость не очень хорошая. Но я буду стараться как-то от ветра закрываться. Итак, друзья, давайте смотреть. Сегодня будем смотреть вот этот дом в самом центре Шанклина. Вот, центр просто здесь. И даже, я часто здесь гуляю и показывала вам много раз именно эту часть Шанклина. И вот, вот в этом доме продаётся квартира. Квартира стоит 130 тысяч фунтов. Она, по-моему, на втором этаже. Я не уверена, я подъехала раньше, как обычно. И я жду риэлтора, который мне всё покажет. Будем смотреть. Дом, вы видите, ремонтируется. Что, в общем-то, неплохо. Здесь, кстати, было внизу зелёным таким сделано, красивым. Под мрамор отделка, зелёная плитка. И было написано бьюти. И внизу, по-моему, была какая-то парикмахерская. Я не уверена, конечно. Ну, конечно, шикарно, что самый центр. Но, как вы понимаете, шумно. Потому что вот это мейн-роуд. Видите, машины мотаются постоянно. А с этой стороны тоже дорога. Дом стоит как раз на углу. Ну, вот в эту сторону здесь у нас клуб. Тоже известное, популярное место. А с этой стороны у нас клиника. Вот видите, Шанклин консерватив. Консерватив клуб. Очень популярный, известный. В каждом городе есть. Вот здесь, видите, клиника. О, остеопат, вот вижу. Ну, то есть, да. Самый центр. И много магазинов. Вот дом, как вы видите, современный. И я буду смотреть квартиру номер два. Вот я увидела подъезд. Как раз вот этот. Видите, один дробь девять. А у меня квартира номер два. И если понравится, то даже не знаю, что я буду предпринимать. Потому что понимаете, что мне, конечно же, надо сначала умудриться продать свою квартиру. и умудриться продать так, чтобы у меня еще остались деньги на адвоката. И на оформление всех документов. Это стоит тоже денег. Адвокаты сейчас здесь у нас стоят, по-моему, от тысячи до полутора. А может быть, уже даже и две. Я, честно говоря, не знаю. Это была стоимость, когда я покупала свою недвижимость. Это было более шести лет назад. Сейчас, как вы знаете, все цены растут со скоростью огромной. Поэтому, кто его знает, называется вот. Но и еще мне нужно заплатить агентству. Конечно же, тоже у меня спрашивал кто-то, а как вы свои квартиры смотрите, и как вы продаете, и как вы покупаете. Конечно же, здесь все через агентство, друзья. Пока я жду своего клиента. Я хочу показать вам с другой стороны. Вот видите, здесь 10-13 подъезд. Этот подъезд смотрится более таким дорогим и современным. Но это, в принципе, ничего не значит. И сейчас покажу вам еще с другой стороны это здание. Вот слева, видите, балконы красивые, кружевные. Это как раз этот дом, который я сейчас пойду смотреть в квартиру. Впереди вы видите церковь, тоже известная, популярная. Тем, кто смотрит мои видео, часто она встречалась тоже. И еще хочу вам показать. Вот здесь как раз рядом, вот, дом. Вот такой красивый, замечательный. Но он большой. Это, конечно же, не апартаменты, такие, как здесь. Но все равно хочу вам заметить, что в этом доме как раз продавалась недвижимость. Вот за этой красной дверью номер 5. И она стоила 300 тысяч фунтов. Это было в 2020 году, когда я себе смотрела вокруг и искала тоже какую-то недвижимость по своему бюджету. Так, ну, дождались. Давайте пойдем от входной двери. Это второй действительно этаж. По-английски он первый этаж, так как у них ground floor. А здесь, по-нашему, второй. Так, вот здесь немножко я опять была в непонятках, потому что, смотрите, что мы вроде как уже зашли. Но оказалось, что нет, это общий коридор. И она мне показывает выход на парковку. Вот здесь. Вот, видите, там за домом парковочные места, что, в общем-то, очень замечательно. И дальше, видите, огромная такая вот территория типа предбанника или как называется, да? Три квартиры. И вот это квартира номер 2, которую сейчас предлагают на продажу. Давайте смотреть. Квартира 70 квадратных метров. Квартира с одной спальней. Это мы зашли коридорчик такой при входе. Посмотрите, довольно вместительный, большой. Здесь очень трудно ориентироваться, когда вещи и кто-то здесь живет. Ну, не кто-то. Я спросила, может быть, кто-то арендует. Мне сказала риэлтор, что нет, не арендует. А это именно вот человек, который продает эту квартиру. В настоящее время в ней живет. Ну, так же, как я в своей сейчас живу. И вот смотрите, какая огромная. Вот это ситин рум называется у них. Она совмещенная с кухней. Посмотрите, какая огромная. Три огромных окна и огромная комната. Так, смотрю по брошюре. Значит, 7 метров на 4,27. Эта комната, представляете? То есть она 31,5 квадратных метров. И вот из нее вот такая вот кухня. Кухня размеры 3,05 на 2,5. То есть 7,60 квадратных метров. Это кухня. Ну, вот она мне объясняет, что здесь можно договориться, чтобы вам эту кухню оставили с хозяином. Но либо, если вам не нравится, то это все он может забрать и вывести. Здесь уже все по договоренности. Смотрим, идем дальше. Вот она мне показывает utility room. Такая кладовочка. Очень маленькая. Но тоже вполне себе неплохо. Смотрите, по поводу отопления. Остановимся немножко поподробнее. Я вам расскажу. Называется по-английски storage heating. То есть накопительное отопление. Это не газовый, здесь радиатор, не газовое отопление, а это электрические радиаторы. Storage, то есть накопление. Почему так называется? Потому что он, как говорят, там внутри содержит такие типа камни или кирпичи, как сказать, которые нагреваются от электрического вот этого вот прибора, который там внутри. и они держат очень долго тепло. Storage heating называется по-английски. Этот вид отопления распространен в Англии. Если в домах нет газа, то вот storage heating как раз и спасает. В старых домах обычно такое можно встретить. Ну и говорят, что почему именно называется storage, как вы поняли, потому что долго накапливает и держит тепло. Хотя, сказать по правде, это уже устаревший вид отопления в Англии. И так или иначе, его тоже нужно будет менять на более новый, то есть boiler heating, такой, как есть у меня. Хорошо. Идем дальше смотреть квартиру. Вот здесь опять она показывает вот этот вот storage heating, видите. Не могу сказать, что здесь уж так уж прямо много места для этих кирпичей, которые там хранятся. Не знаю, как все это работает, друзья. Никогда не сталкивалась. Ну вот она показывает, что здесь у меня телефон, чтобы открывать входную дверь. И вот такая вот огромная спальня. Спальня, как я уже сказала, 5,15 на 3,40 метров, то есть 17,5 квадратных метров. Огромная. Вот она показала там встроенный шкаф, стенка. И здесь выход на балкон. Балкон на Main Road, на центральную дорогу. Но здесь также двойное остекление. И, в общем, достаточно тихо. И балкон не настолько большой, чтобы там, знаете, сидеть за столиком и пить чай. Но все равно неплохо иметь балкон, я думаю. Хочу вам дать послушать теперь мою конкретную беседу с риэлтором, как это звучит по-английски. Ну, ну, все хорошо. Я имею в виду центральную температуру. Очень ярко, не плохо. Да, но я нужна чуть-чуть чуть-чуть. Окей. Данее я уже уже. И это примерно 1,30. Это 1,30. Да, да. Это точно мой баджет. Рай, окей. О, где-то? Рай, сухи, да. Туалет, и... Рай, сухи, да. Рай, сухи, да. Рай, сухи, да. Есть сухи. Сухи. Есть сухи behind us. Да, туалет. И сухи. Иногда... Барф. Иногда я думаю о бассе. Иногда нет. Те, кто знает английский язык, ну а для тех, кто не знает, я возвращаюсь и объясняю. Вот она показала, что это такое. Это как раз водяной котёл, который по электричествам нагревается для того, чтобы иметь горячую воду на кухне и в ванной, только в раковине. А вот душ, он тоже включается, электричество нагревается. Но видите, здесь совсем другой стоит обогреватель электрический для душа. То есть вот это, конечно, все эти заморочки не очень радуют. И может быть именно из-за того, что здесь нет бойлерного отопления, нового газового цена квартиры не очень высока. Но квартира, как вы могли заметить, очень даже неплохая. Мне эта квартира очень понравилась. Из всех, которые я вам показывала, она, как вы видели, да, сами, наверное, самая лучшая. И она даже по площади больше моей. И то, что у неё тоже срок аренды, она тоже в лесхолде, как и все квартиры, в общем-то, в Англии. Только дома, фри-холд, свободное владение. Но здесь 900 лет аренда. То есть это очень долго. И это очень хорошо. Это первый плюс ещё. И второй плюс, что здесь сервис-чардж, то есть плата за обслуживание, она всего 900 фунтов в год. То есть это в три раза дешевле, чем я плачу за свою квартиру, в которой я живу сейчас. Но всё дело в том, что я бы согласна купить эту квартиру, но, как говорится, сначала нужно продать свою. А свою квартиру, сказать вам откровенно, я ещё даже не пробовала продать. Вот такие дела сегодня у меня. Ну и ещё одну квартиру в том же доме я хочу вам показать. Я смотрю, здесь ещё объявление. Видите, это другое агентство продаёт квартиру. Скорее всего, что это именно вот это. Скорее всего, что именно через дорогое агентство продают квартиру здесь. и её переделали из парикмахерской. Я уже вам сказала, что здесь была парикмахерская бьюти. А теперь вот видите, флат 10. Господи, что не убилось? Флат 10. То есть одна единственная квартира номер 10 на первом этаже. Вот можно даже посмотреть, погуглить и узнать, сколько она стоит. Ну а я пока жду агента своего. У меня есть время с вами поговорить. Я хочу вам рассказать. Погода, вы знаете, просто катастрофа. Вот сейчас можно увидеть такие лёгкие облачка. И даже наверху у нас просвечивается голубое небо. Но буквально 15 минут назад, когда я ехала сюда, лил дождь, просто ливень. Вчера у нас был град. Не совсем крупный, но град, что удивительно, в общем-то. И дальше у нас был здесь ураган, шторм. Не помню его название. Не буду даже заморачивать ни себя, ни вас воспоминаниями. Потому что здесь, в Англии, вы знаете, эти шторма, эти приходят ураганы, их называют Катрина. Ещё как-то женскими именами Вероника. Какая-то Виктория ещё была. У нас в конце октября очень сильный был шторм. Тоже не помню название. Но пока нас ещё не снесло. Нас ещё не смыло. Остров Вайт не смыло. Хотя, вы знаете, мои знакомые, которые живут в Англии, и которые живут там на севере, которые живут неподалёку от Лондона, они все очень взволновались, когда передали по BBC, что именно вот этот огромный шторм. Шторм Киаран, как я уже сказала вам, да, его название. Так вот, что пишут, что этот шторм обрушился на южное побережье Англии, вызвав высокие волны и дожди в районе города Пензанс в округе Корноу. И это, в общем-то, далеко от нас получается. В связи с этим, Метеорологическое управление Соединённого Королевства объявило жёлтый уровень погодной опасности для Лондона и юго-восточной Англии, выпустив предупреждение о непогоде и суровых погодных условиях. И все мои друзья перепугались, кто живёт в Англии на севере. Вот, все мне звонили, спрашивали, не смылали наш остров. И, как я сказала, ничего такого страшного не произошло. Ну да, ветер, да, дождь лил три дня, даже град, как я уже сказала. Но, тем не менее, вы знаете, всё в порядке, никого не смыло. Хотя говорят, что вот Северная Ирландия пострадала очень сильно. Там даже есть жертвы. Ну и вы, вероятно, тоже слышали об этом таком урагане, шторме, обрушившемся на Европу. А я просто, как очевидец, хочу сказать вам, что здесь не так уж и плохо. А дождливая погода в Англии, она практически бывает зимой всегда. Ну вот, друзья, на сегодня у меня для вас всё. Я надеюсь, что вам понравилось моё видео сегодняшнее, и что вы не забыли поставить лайк. Всего вам доброго, друзья! Берегите себя, пожалуйста, в это трудное время. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok